В детском лагере Гренада подошел к концу фестиваль интеллектуальных игр для школьников Куба главы Республики Куми. В Сыктывдинский район съехались 25 команд, более 120 участников на протяжении недели. Юные интеллектуалы соревновались в играх. Кто стал обладателем заветной совы, расскажет Дарья Волокжанина. Если мы расстроимся, это скажется в нашей игре. И помним, что в литературе мы слушаем Арину, в истории Данила, Настя отвечает за химию, Женя за рыбалку. Так распределяет роли и дает наставление перед самой важной игрой капитан команды Подсолнухи. Все ребята – одноклассники, учатся в Уктыле в 11-м классе. На школьном чемпионате по интеллектуальным играм всегда занимают лидирующие позиции. Делятся все дело в регулярных тренировках и позитивном настрое. Каждый день проводились игры, и по результатам этих игр подводился итог. Наша команда Подсолнухи занимала первые места, два раза первых мест мы занимали. Одно второе место заняли, а сегодня тоже заняли второе место. Ну, короче, очень бодренько мы так играли. А это их, пожалуй, главные конкуренты. Дело в шляпе. Одна из сильнейших команд – тоже северная, из Печоры. За плечами не только городские и республиканские чемпионаты, но и российские. Мы выезжаем на всероссийские чемпионаты. Мы в прошлом году ездили на чемпионат России, поэтому небольшой опыт у нас есть. У нас не было призового места, но это интересный опыт в любом случае для нас. 25 команд и более 120 участников состязались в брейн-ринге, эрудит-квартезе, медиатурнире и финале школьного чемпионата республики по интеллектуальным играм. Главный приз, символ мудрости и знаний получили наши сегодняшние герои – подсолнухи и звук тыла. Главное, что мы конкурентоспособны, потому что у нас до последнего момента шла борьба за первое место. И что очень приятно, наши школьники республики поедут на школьный чемпионат России. И там, мы надеемся, успешно представят нашу республику. На российский этап школьного чемпионата по интеллектуальным играм отправится как минимум одна команда из Коми. Второй год подряд республику будет представлять печорская команда «Дело в шляпе». Сегодняшний фестиваль – это был первый шаг нашей республики в рамках поддержки этого движения. Сегодня это были молодые люди от 14 до 18 лет. Их очень радушно принял центр «Гренада». Они съехали сюда со всей республики, сумели потренироваться и поблистать своим умом, прокачали свои лидерские навыки. Есть планы по проведению подобных мероприятий и для взрослых. В сентябре этого года пройдёт фестиваль интеллектуальных игр для рабочей молодёжи.